Пробежался по магазинам и собрал топ самых интересных часов до 50 тысяч, которые привезли в Россию после введения санкций. Друзья, здравствуйте! С вами Вячеслав Медведев. Этим роликом попробую ответить сразу на два запроса подписчиков. Расскажи про что-нибудь новое, что появилось в российских магазинах этой весной, и желательно про недорогое. Сегодня познакомлюсь с новыми часами, которые появились в магазинах последние три месяца. Если интересно, ставьте лайк и жмите колокольчик. В обзоре будут 9 моделей, и каждая интересная. Будет механика с экологическим уклоном, часы с куском настоящего золота на циферблате, сразу три дайвера, или по крайней мере 100 метровых часов, часы с механизмом кинетик, но не из Японии, часы из Италии, Швейцарии, Австрии и даже из США, и парочка супер подарков. Серьезно, таким прям сам бы обрадовался. Некоторые в комментариях под нашими роликами пишут «реклама», другие отвечают «просто интересно рассказано». Я не призываю вас покупать что-либо из обзора. Не говорю, какие часы лучшие. Я просто рассказываю про плюсы, чем интересны конкретные часы. А оператор старается снять их так, чтобы вы могли рассмотреть все мелочи, даже те, которые не заметите своими глазами. Но, учитывая критику, в этом ролике мы решили перечислить еще и минусы моделей. Если найдем. Или то, что можно было бы улучшить. Обзор начну с самых удивительных часов. Потому что они приехали из самого дальнего уголка земного шара. Таймикс. Настоящие американские часы. Удивляетесь, что в России появились новинки из США? Признаюсь, я тоже. И еще удивляюсь самой модели. Комбинации. Таймикс с механическим механизмом. Все же основа коллекции Таймикс. Это кварц. Но перед нами часы из линейки Marlin. А точнее из специальной серии Penance Take Care. Ее цель – обратить внимание на проблемы защиты нашей планеты. На циферблате мы видим собачку Снупи. Бережно обнимающую земной шар. Коробка сделана из переработанного картона. Ремешки из эко-кожи. Эко-дритан. Кстати, со втулками быстрой смены. Не удивлюсь, если хризалитовое стекло тоже изготовлено из переработанного пластика. Такой выбор материала обоснован как куполообразной формой стекла, так и общей идеей линейки Marlin. Часы в классическом стиле. Снупи впервые появилась в 1950-м. И часы тоже отдают стилем той эпохи. Серебристый циферблат солнечные лучи. Простые индексы. Небольшой корпус. 40 мм. Присмотритесь к форме ушек. К бороздке, что отделяет их от корпуса. Таймикс указывает, что внутри работает калибр MV-02N. По сути это Miota 8215 с брендированным сектором автоподзавода. Я обещал каждой модели указывать на недочеты. Интересно, согласитесь ли вы со мной, но к ним я отнесу механизм. 8215 механизм более чем известный и надежный. К нему вопросов нет. Но вот идея делать его открытым лично мне не близка. Механизму явно не хватает декора. Еще два недостатка, которые я сумел вымучить из себя. Лысая головка и хризалитовое стекло. Хотя последнее сделано явно намеренно. Из плюсов. Четкий классический стиль в дизайне циферблата и корпуса. Экологическая тема и разумеется Снупи. Американцы от нее просто пищат. Мне цена в 35 тысяч рублей за эти часы кажется вполне адекватной. А вам? Напишите. Я же перехожу к самым доступным часам в нашем обзоре. И при этом довольно интересным. Прежде всего форумы. Greenwich одни из редких прямоугольных часов на рынке. Причем очень доступные. 8,5 тысяч рублей. Вторая причина обратить на них внимание сам бренд. Часы с логотипом Greenwich не столь известны как Casio, Tissue или Rolex. Но само слово на слуху. Greenwich – пригород Лондона, который стал точкой отсчета времени на планете. Именно здесь в 1851 году был проложен нулевой меридиан. Проложен буквально. Астрономы протянули через двор обсерватории медную ленту. Если вам интересна история часовых поясов, года три назад у нас на канале выходил ролик. Посмотрите. Ну да к часам. Это фас они прямоугольные. А в профиль выглядят очень даже изогнутыми. Обводы стального корпуса и стекло повторяют форму руки, благодаря чему часы очень гармонично лежат на запястье. Обратите внимание на форму стекла и на браслет. Сложно поверить, но при цене в 8 тысяч рублей он сделан из литых звеньев. Не стоит сравнивать его с браслетами часов за 70-100 тысяч рублей. И застежка здесь штампованная, но звенья литые. Удивление у меня вызвал еще и циферблат. Он сделан очень хорошо для своей цены. И синий-черный лак, солнечные лучи и накладные индексы с люминофором. В верхней части расположился логотип и эмблема бренда. Стилизованная роза ветров. В нижней упоминание о водонепроницаемости и окно календаря. Водонепроницаемость 50 метров кто-то отнесет к недостаткам. Но это часы повседневные, да еще и не круглые. Так что показатель вполне достаточен. А расположение календаря просто находка. Я считаю дату самым ненужным усложнением в часах. И то, что здесь она не бросается в глаза, огромный плюс. Если вы ищете подарок, советую присмотреться к часам Джордж Ки Ни. В том числе из-за комплекта. За цену около 15 тысяч рублей здесь предлагают не просто часы, а целый набор. Стальной хронограф на кожаном ремешке, дополнительный нейлоновый ремешок, приспособление для замены и, внимание, набор запасных шпилек. Зачем? В компании знают, что при первой попытке замены пружинная шпилька неизбежно улетит. Я проверял. И все это в практичном боксе из неопрена, которому у мужчины точно найдется применение. Что бы вы хранили в нем? Напишите. К часам. Стальной корпус имеет универсальный диаметр 41 мм. Внутри кварцевый хронограф в виде 53 производства Сейко. Яркая фишка часов – стекло. Оно минеральное, с нецарапающимся сапфировым напылением, да еще и с антибликом. И слегка линзообразная. Лично я очень люблю такие линзы. Искажения делают циферблат живым. Бренд George Kini базируется в Италии. Марка молодая, но в своих моделях придерживается единого стиля. Классические корпуса и циферблаты с сочетанием солнечных лучей и кольцевой отделки в зоне индексов. Концентрический узор имеют и субциферблаты хронографа. Броских элементов вроде бы нет, но часы смотрятся достаточно яркими. Я обещал в каждой модели выделять недостатки. Здесь назову, пожалуй, повседневную водонепроницаемость, хотя не уверен, что это минус. И обработка корпуса могла бы быть чуть лучше. Но это если всматриваться и придираться. А в целом же за цену в 15 тысяч рублей мы имеем интересный хронограф с великолепным комплектом. От этой коробочки я просто таю. Если 50-метровой водонепроницаемости вам мало, вас ждут следующие 4 модели. Все они имеют водонепроницаемость в 100 метров. Для лета самое то. И начну с самых летних часов Quantum. Бренд тоже относительно молод. Он появился в 95-м и ориентирован на тех, кто увлечен дайвингом, охотой или другими видами активного отдыха. Цифры глубины на этих часах не шутка. В 1999-м Quantum стал спонсором турецкой спортсменки Yasmin Delkely, которая установила несколько мировых рекордов по фридайвингу. Фридайвинг – погружение без акваланга. Планка глубины в 100 метров для фридайверов не предел. В рекордных погружениях на Yasmin были часы Quantum Barracuda. Наша новинка – кварцевый хронограф в стальном корпусе. Среди фишек отмечу интегрированный ремешок. Очень приятно сделанный корпус и толстое стекло с фаской. Чтобы вписаться в цену до 20 тысяч рублей, его сделали обычным, минеральным. Под ним циферблат с устилизованной картой. Карта чего здесь изображена, я, признаться, не понял. Если знаете, напишите. Записать ли ее в плюсы или минусы, тоже не знаю. С одной стороны снижает читаемость, с другой оживляет циферблат. Напишите ваше мнение. А вот дизайн циферблата в целом, разметка, стрелки мне понравились. Своеобразным переходом между стальным корпусом и синим циферблатом стал рант с синим PVD. В тот же цвет выполнены головка и винты крепления ремешка. И, я не знаю, в плюсы или минусы отнести размер. Все часы Quantum немаленькие, от 45 мм. Диаметр наших 47, то есть часы крупные. На узком запястье будут смотреться большими, кому-то покажутся некомфортными. С другой стороны, такие часы и покупают, чтобы быть заметными. Интересно ваше мнение. Еще одни необычные часы американского бренда, которые прибыли в Россию недавно. Часы наутика Лагуна Гленрог. Свое название они получили в честь реки на востоке Австралии, где было обнаружено самое первое месторождение угля на зеленом континенте. Почему необычные? А давайте перевернем. На задней крышке видим надпись «Филиппинский механизм». Не швейцарский, японский или китайский, а филиппинский. Дело в том, что именно на Филиппинах у концерна Timex находится фабрика по производству часов, в том числе и собственных механизмов. В целом наутика производит впечатление добротного яркого дайвера. Размер 46 мм. Стальной корпус имеет очень четкие грани с сатинированием. Мне понравилась надпись на левой боковине. Основана в 1983. А вот колпачок у головки лично я бы записал в минусы. Но это дело вкуса. Он призван подчеркнуть водонепроницаемость и сделать часы более заметными. С этими задачами справляется на 5. И мне не очень понравился календарь. Окошко теснится к центру циферблата. Но я готов все простить за ухватистый рант особой формы, который делает часы необычными. И за расцветку. Не знаю, в честь лагуны Гленрокли выбран цвет ранта и циферблата. Он не черный, а антрацитовый, с огромными цифрами и индексами из люминофора. Светить должно как фонарик. Яркими акцентами служит секундная стрелка, эмблема, стилизованный парус и часть шкалы на поворотном ранте. Помимо минутной разметки, на нем также нанесена шкала компаса. Поскольку обещал рассказывать про минусы, назову еще один. Штампованная застежка, но приличная, с кнопками-блокираторами. Сам браслет сделан очень хорошо. В целом, как и другие часы на Утика, эта модель отрабатывает каждый рубль из своей цены. 21 500 рублей. Рассказ про следующие часы я начну с задней крышки. Присмотритесь. Под стеклом мы видим сектор автоподзавода и две катушки. Как в кварцевом механизме. Наверное, вы уже поняли, что перед нами механизм с технологией Кинетик. Или Гиброматик, как назвали часы в компании Жак Леман. Внутри стоит калибр PX82A от Epson. Стрелки приводят с обычным кварцевым модулем. Ну, вместо батарейки стоит аккумулятор. А сектор автоподзавода – это часть генератора, который от движения руки подпитывает аккумулятор. В итоге получаем часы точные, как кварцевые, и функциональные, как автоподзавод. Полного запаса батарейки хватает на полгода. Проверить заряд можно с помощью кнопки на два часа. С точки зрения внешности, часы выполнены в традиционном дайверском стиле. Напоминают Blanpa 50 Fatoms. Стальной корпус диаметром 43 мм. Ранты и головка с золотым PVD. На черном циферблате крупные индексы. Люминофор в золотой рамке. В таком же стиле выполнены стрелки. Золотистая разметка нанесена и на рант. А вот нулевую отметку из люминофора я бы отнес к минусам часов. Со временем она сотрется. Еще один минус – минеральное стекло. Наверняка за 37 тысяч рублей многие из вас захотят видеть Sapphire. С другой стороны, часов с гибридным механизмом на рынке практически нет. Во всяком случае, ни Seiko, ни Orient их сейчас не выпускают. Так что сравнивать просто не с чем. В плюс к часам я бы отнес календарь. Вообще говоря, обычно я считаю его лишним. Но здесь фон сделан черным, в цвет циферблата. И окошко смотрится гармонично. Другой плюс – ремешок. Телячий, комфортный, с выделкой под крокодила и яркой прострочкой. Внутренний слой ремешка сделан из силикона. Это увеличивает срок его службы и делает более практичным. А еще понравилось качество изготовления корпуса. Думаю, на съемке вы его видите. И подарок сезона – часы от модного дома Филипп Лейн. Про подарок я говорю, потому что здесь и сами часы интересны, и упаковка. Основой дизайнерских решений многих вещей от Филипп Лейн служит череп. Здесь в виде черепа решили сделать еще и коробку. Чтобы раскрыть створки из плексигласа, разломить череп, уже нужно набраться смелости. Забыть такое нельзя. Часы Филипп Лейн появились в России в прошлом году, а данная модель прибыла буквально с месяц назад. Филипп Лейн можно назвать восходящей звездой рынка. Наши часы – это ролик Сойстер Перпетуал Космограф, скрещенный с темой черепов. Корпус – ну очень похож. И не только формы, но и оформлением ранта с тахиметрической шкалой конструкции кнопок. Правда, вместо браслета использован коричневый кожаный ремешок с прострочкой. Обратите внимание, он сделан интегрированным. А вот циферблат переработали полностью. Вместо 12-ти часовой метки – череп. Еще один летает на кончике секундной стрелки. На циферблате нет ни единого круглого элемента. Счетчики сделали в виде шестигранников. Это второй после черепов традиционный элемент Филипп Лейн. Их отделка создает 3D эффект. Обратите внимание на гробики индексов. Не знаю, с чего они сделаны, но выглядят здорово. А на внутреннем кольце циферблата по кругу идет надпись «Филипп Плейн». По первости я принял ее за разметку. Часы от фэшн-брендов редко заморачиваются на мелочах. Эти – исключения. Здесь почти в каждом элементе есть какая-то фишка. Например, присмотритесь к головке. Две буквы «П» почти по тэк «Филипп». Или к застежке. Я обещал в каждых часах указывать в том числе на недостатки. А здесь затрудняюсь. За 37 тысяч рублей вещь очень интересная. Разумеется, вещь на любителя. Кому-то религии не позволяет покупать часы от фэшн-брендов. Вот если бы просто китайский хамаш. Тогда да. Кто-то против сходства с Rolex. Понимаю. Наверное, можно было бы чуть лучше сделать рант. Но это уже придирка. Про бренд Вайнер у нас буквально недавно выходил отдельный ролик. Точнее, про новинки, пришедшие этой весной. Данная модель, хоть и была в новой поставке, в тот ролик не попала. Про нее рассказывали в прошлогоднем обзоре Вайнер. Честно скажу, сделать длинный рассказ про эти часы сложно. В двух словах, это просто добротный и доступный швейцарский дайвер. Не убавить, не прибавить. SwissMate 43600 рублей. Солидный стальной корпус диаметром 44 мм. Вроде бы и обычный, но со своими индивидуальными элементами. Например, присмотритесь к законцовкам ушек и плечикам около головки. Глухая завинчивающаяся крышка. Солидный стальной браслет. Я бы сказал, даже слишком солидный. Он состоит из толстых трехэлементных сатинированных звеньев с полированными соединительными элементами. Между ними спрятана застежка-бабочка. Лучшая в этом обзоре. Часы солидные, соответственно увесистые. И это, пожалуй, главный минус. Кто-то наверняка захочет увидеть механику и прозрачную крышку. Но это будет уже другая цена. Здесь же стоит кварцевый хронограф RONDO 5030D. Металлический ремонтопригодный механизм с функцией сплит-хронографа. Как он работает, я показывал в роликах про часы Вайнер. Из особенностей, выделяющих данную модель среди других дайверов, назовут Сферблат. Он не черный, а антрацитовый. Счетчики утоплены и имеют кольцевую отделку, а индексы как будто вмонтированы во внешнее кольцо. Если ищете что-то роликсоподобное, но доступное, SwissMade и не чисто копию, на мой взгляд, хороший вариант. И еще один швейцарский бренд, продолжающий поставки в Россию. Таллер. Часы этого бренда уже бывали в наших обзорах. И наверняка вы помните их фишки. Одна из них – золотая эмблема с логотипом бренда на Циферблате. У бренда нет коллекций. Производитель акцентирует внимание на каждом виде корпуса и дает моделям персональные названия. Данная модель называется Amadeus и выделяется необычным корпусом. Он круглый, достаточно крупный, 44 мм. Ушки здесь неподвижные, но при этом хорошо огибают запястья и делают часы универсальными. Да, откручивать желтую табличку с левой боковины корпуса – не рекомендую. В отличие от той, что на Циферблате, она не из золота. Амадеус – лимитированная серия. Общее количество произведенных часов одной модели – 999 штук. И у каждых часов есть индивидуальный номер. Раз обещал говорить про минусы, назову три. Классическая водонепроницаемость, для кого-то слишком необычная конструкция корпуса и, пожалуй, не самый дорогой Циферблат. Хотя здесь, как обычно, на вкус и цвет. А благодаря линзообразному стеклу из сапфира выглядит он более чем интересно. Внутри работает кварцевый хронограф Ронда 3540D. Из особенностей – запас батарейки на 54 месяца и возможность замера сразу двух интервалов времени, стартовавших одновременно. Механизм, разумеется, швейцарский. Ремонтопригодный, с металлическими мостами. На фоне стального корпуса и синего циферблата выделяются рант, головка и кнопки с золотым PVD. Ощущение солидности добавляет черный кожаный ремешок с застежкой-бабочкой, на которой мы видим еще один логотип швейцарского бренда Taller. В нескольких прошлых роликах я рассказывал про ограничения, с которыми столкнулись часовые магазины. Как видите, несмотря на это, новинки в магазинах появляются. И более чем интересные. Если вам понравились какие-то модели из обзора, напишите, какие и почему. По разговорам с дистрибьюторами точно знаю, что в ближайшие месяцы новинок будет еще больше. Так что подписывайтесь на нас на всех ресурсах. В YouTube, Telegram, VK, Яндекс.Дзен. Впереди еще много интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч, друзья!